Сегодня в продолжении темы захвата автомира электромобилями мы предоставляем для вас ролик о том, насколько вредно производство аккумуляторов и энергии для питания электрокаров в сравнении с ездой на авто с двигателями внутреннего сгорания. Итак, мы начинаем! Некоторые водители, да и просто те, кто интересуется миром авто, утверждают, что производство аккумуляторов для электромобиля и энергии для его подзарядки это намного более вредно, чем использование любого автомобиля на топливе. И тут есть несколько интересных исследований по обе стороны. Исследователи из института в Мюнхене утверждают, что с учетом производства и утилизации батареи для электромобиля Tesla Model 3 и 10 лет его эксплуатации, выбросы CO2 будут выше на 10%, чем у дизельного автомобиля Mercedes. К этому исследованию мы еще вернемся и возьмем его за эталон. Исследователи Союза заинтересованных ученых США утверждают, что электромобиль, пройдя полный жизненный цикл, в сравнении с обычным автомобилем, значительно более экологичный. Но здесь авто сравнивали только в рамках США. По итогам бельгийского анализа исследований пришли к выводу, что в течение всего цикла, начиная от производства, заканчивая утилизацией, от электромобиля будет на 25% меньше вредных выбросов, чем от автомобиля на бензине. И даже если для выработки энергии будут использоваться только угольные станции, а они также являются самым вредным для экологии, то производство аккумуляторов будет все равно более экологичным. Еще в одном европейском исследовании также утверждает, что производство, использование и утилизация аккумуляторов будет как минимум на 20% более экологичным, чем применение бензинового или дизельного авто за весь цикл его использования. И это без отчета выбросов и вреда для экологии, который наносится при производстве топлива. Также во всех этих исследованиях не учитывается то, что даже один несчастный случай, связанный с нефтью, наносит колоссальный вред окружающей среде. Еще многие пишут, что КПД электродвигателя не такое большое, если учесть все составляющие от производства электроэнергии. Потери его при прохождении по проводам и потери при нахождении энергии в самом аккумуляторе. В результате, по утверждению оппозиции, сторонников электрокаров КПД электромотору будет равно или даже меньше, чем у двигателя на топливо. Но при этом они не учитывают в расчете КПД добычу нефти, ее доставку, переработку, еще раз доставку, испарение топлива, его осадков и многие другие факторы. И только тогда, когда будут учтены все факторы, будет правильно сравнивать КПД ДВС и электромотора, с учетом, что все пройдет по проводам. То есть расчеты КПД будут совершенно некорректны, если учитывать все составляющие для производства электроэнергии и не учитывать все составляющие для производства топлива и того, сколько на это затрачивается ресурсов. А теперь давайте вернемся к исследованию, в котором говорится, что за 10 лет использования Tesla Model 3 она нанесет больше вреда на 10-20% чем дизельный автомобиль. Сам производитель Tesla дает гарантию на батарею 8 лет или 160 либо 192 тысячи километров пробега, в зависимости от версии. Но такая гарантия не означает, что по истечению этого времени нужно срочно менять батарею. В среднем за первые 100 тысяч километров пробега электромобиль теряет в емкости менее 5%, а на 300 тысячах километров пробега 10 при обычном использовании. И да, есть те, кто работают на Tesla в такси и они постоянно заряжают аккумулятор на суперчарджинг. То есть зарядка аккумулятора происходит форсированно на 50-80% емкости и всего за 20-30 минут. Это естественно, что сказывается в худшую сторону на ресурсе батареи. Но при использовании даже в таких жестких условиях, как показывает практика, замена происходит не ранее, чем через 300 тысяч километров пробега, а то и через 500-600 тысяч. А в среднем за 1 миллион километров пробега аккумулятор заменяют дважды. Выходит, если учесть, что исследование было рассчитано максимально правильно и аккумулятор прослужит 12 лет, а судя по опыту эксплуатации и статистическим данным самой компании, их электромобили делают это легко, то в результате можно прийти к выводу, что в экологическом плане ДВС и электромобиль будут примерно равны, но при этом окружающим и людям будет нанесен значительно меньше вред, так как концентрация вредных веществ будет все равно меньше, а если вдруг аккумулятор прослужит более 12 лет, то это будет во всех планах эксплуатации электромобиля более экологичным. И это мы все рассуждаем с учетом того, что конкретно это исследование было верным. Хотя в то же время есть множество исследований, где говорится «совершенно противоположны». Но давайте пойдем еще дальше. И допустим, что действительно через 10 лет аккумулятор пришлось заменить. И что с ним происходит дальше? Дальше аккумулятор забирают, его ячейки, батарейки сортируют по свойствам, и те, что полностью потеряли свои свойства и не подходят в дальнейшем для эксплуатации, идут на утилизацию. То есть их измельчают или плавят, в зависимости от способа утилизации. А содержимое вновь сортируется, то есть разделяют по полезным минералам, чтобы вновь использовать для производства батареи. А вот те батареи, которые сохранили свои свойства, но возможно потеряли свои емкости, используются уже в стационарных системах хранения энергии, где они применяются дальше в значительно более щадящих условиях. Поэтому они могут служить еще в разы дольше и уже десятки лет. И что мы имеем в итоге? КПД электромотора в любом случае значительно выше при любых расчетах. Тем более, если в расчетах будут учтены все факторы. Во всех исследованиях стараются учесть все экологические составляющие в добыче ископаемых, производстве, использовании и утилизации батареи, но при этом не учитывают все то же самое при производстве топлива. При этом, даже если взять исследования, где говорится, что электромобиль вредит экологии больше, делаем вывод, что электромобиль при всех раскладах более экологичен, даже если для производства будет использоваться только уголь. А вы можете написать в комментариях, почему все же электромобили не захватят автомобильный мир и с какими проблемами нам придется столкнуться. На этом все, спасибо за просмотр, если видео показалось вам интересным, то рекомендуем подписаться на наш канал.